Татьяна Дзюба впервые пробует себя в волонтерской деятельности. Считает почетной миссией принять участие в организации главного спортивного события года. К тому же ее навыки могут пригодиться команде. Три года она преподает английский в школе. Учителя здесь на вес золота. Для Татьяны участие в столь масштабном мероприятии – это не только проявление отзывчивости, но и шанс приобрести бесценный опыт. Дико интересно. Вообще просто только из-за этого согласилась. Потому что как учитель я общаюсь с детьми, которых я учу и которые не могут мне ответить на моем уровне. А здесь меня ждут люди, которые наоборот являются носителями языка и которые будут меня учить, мне давать опыт, знания. Для меня это просто вообще восторг. Каждый доброволец обучался в школе волонтерства несколько месяцев. Общественные помощники не только подтянули знания английского. Также они учились искусству коммуникаций, изучали историю и достопримечательности Анапы и Дании. Многие волонтеры будут работать в информационных павильонах. Всего их в Анапе установят 16. На центральной площади, набережной, в аэропорту, на авто и ЖД вокзалах и в других проходимых местах курорта. Волонтеры непосредственно будут выполнять роль человека, который сможет ответить на все вопросы, которые касаются чемпионата, которые касаются нашего города. Какие мероприятия культурные проходят в этот период, где можно купить билет, где проживает какой-то известный спортсмен чемпионата. То есть информация о всех матчах, которые проходят в нашей стране. То есть они будут именно непосредственно такими информационными помощниками любому человеку, который приедет к нам посмотреть, может быть, на сборную Дании, а может быть, просто отдыхать и узнать что-то о чемпионате. В период чемпионата мира по футболу в Анапе будут работать порядка 120 добровольцев. Это не только молодые активисты, но и волонтеры серебряного возраста. Их следующая встреча состоится уже в эту среду. Ее основной темой станет оказание первой медицинской помощи. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.